доброго времени суток продолжаем тут нашу шампиньонную эпопею про гигантские шампиньоны значит предыдущих видео я показывал что на территории где-то выросли какие-то гигантские шампиньоны рядышком с ними растут ареал тоже шампиньонов но обыкновенных стандартных маленьких белых а вот это какой-то дикарь огромного размера это скорее всего что у него немного другая генетика значит нельзя было оставить кстати относительно гигантских размеров вот вашему вниманию кто может в первый раз видит это споровый отпечаток это споровый отпечаток шампиньонов то есть можете оценить размер для сравнения для сравнения что-то нужно показать можете оценить размер шапки вот такой шампиньон то есть однозначно что это генетически большая такая форма и оставить без внимания такие большие шампиньоны было невозможно поэтому я все-таки решил где-то заполучить их мицелий сразу скажу что все все это кудесничество по поводу получения культуры грибов из плодовых тел и спор и все остального это только для дедушки на даче когда ему нечем заняться для промышленного грибоводства нужно покупать культуры с паспортом с регламентом производства и все такое вот это вся канитель это тем кто любит поиграться вот именно мицелий там миколога и все остальное значит споровый отпечаток споровый отпечаток это вообще отдельная тема представить себе трудоемкость работы отмыть вот эти споры это очень длительный и трудный процесс но самое главное то что это смешанный генетический материал и свойства которые мы получим в результате будут известны только тогда когда мы увидим грибы это будет где-то может через полгода вообще не благодарное такое дело более оправданно получить непосредственно тот же самый генетический материал из плодового тела что и было здесь сделано но конечно как мы видим сразу не могло обойти чтобы бочки медом не оказалось естественно ложки дегтя значит что мы здесь видим здесь плодовое тело кусок ноги и уже рядышком видим вот там из точки растет такой вот пушистый мицелий это однозначно очень сильно вообще похоже на грибной мицелий грибной мицелий растет именно таким вот образом но вот здесь вот эти плотные белые колонии а там одна уже с зеленкой зеленая посередине это уже произрастает триходерма здесь ситуация какая читаем что мы здесь видим давайте возьмем на свет вот я расскажу что здесь происходит здесь мы видим рост мицелия непосредственно на самей на самой ноги от гриба а также видим какие-то росты по поверхности банки ну трудно сказать что это пока за росты но нужно отметить что естественно когда эта нога туда попала то она делала какой-то там колебатель но распределительные движения по поверхности агара и наверное оставила немного клеток на поверхности значит смотрим на сам рост как у нас распространяется то есть из центра растет белая какая-то субстанция нужно обратить внимание что вот об этой будем говорить она не имеет ровных краев отличительно как вот триходерма она вот растет такими круглыми очень системными такими круглыми колониями здесь же рост неравномерный что похоже больше на возможно кусочек именно плодового тела который прилипе приклеиваться к агару и вот это распространение в сторону тоненьких вот этих нитей это вообще не характерно для роста триходерма то есть скорее всего что вот это рост самого мицелия но вот тут в центре мы видим то что отличается от всей остальной картины это по-любому что при внесении плодового тела произошло попадание клетки чего-то другого это не триходерма это понятно что какой то другой рост он абсолютно отличается от всего остального имеет желтый цвет и вообще непонятно что это такое но в общем и целом обратите внимание на вот эту систему мою работы с агарами в банках очень она оправдана вот таким вот образом это все происходит всегда есть готовые агаровые среды для ну каких-то вот таких манипуляций когда вы срочно хотелось бы что-то себе отхватить там библиотеку и так дальше или позаниматься в свободное время микологии значит вот что какой вывод из этого всего сделать значит вывод сделаем такой что наши культуры однозначно при вскрытии крышки не могло произойти такого тем более что я как-то спешил и времени не было я даже не обработал саму фальгу него невозможно было внести плодовое тело таким образом чтобы не внести другой инфекции это первое второе второе то что если вы вносите плодовые тела то они должны быть внесены непосредственно то что называется с куста гриб живой то есть гриб который растет который не поражен еще там червями и всем остальным насекомыми имеет свойства защиты от внешних инфекций то есть в нем есть какой-то свой иммунный фактор который позволяет ему быть теоретически стерильным поэтому мы не видим здесь полной колонизации каким-то зеленым вот и если бы он был поврежден то на нем понятно раз росло бы что-то другое у него есть какая-то своя иммунная защитная реакция значит плодовые тела таким образом носить можно но в общем и целом дальнейшем что произойдет скорее всего что вот эти конкуренты а когда разрастется вот здесь триходерма она выделит споры и вся банка она будет просто уже поражена и выделить из нее культуру будет невозможно значит в итоге какие наши дальнейшие действия тем что мы видим здесь срочном порядке но в срочном порядке сегодня не получится потому что у меня сегодня нету времени этим заниматься а вот завтра будет последний уже срок когда необходимо будет взять вскрыть эту банку и лабораторной петлей вот там где вы видите юбка на ножке нужно будет отхватить непосредственно сам чистыми цели пока он еще не заражен спорами вот этой желтой вот этой фигни которая растет в центре вот и взять вот этот мицелий и перенести его пробирку таким образом есть очень великая вероятность что мы получим чистые клетки получим чистую клетки культуры непосредственно вот именно этого гриба который генетически будет абсолютно идентичен это будет как серокопия того что мы собрали огромные вот эти такие шампиньоны тем более что их дикая генетика наверное очень приспособлена к росту к во внешних условиях поэтому возможно у нас из этого всего получится что-то полезное ну это по первому образцу по второму образцу та же самая история однозначно что это не нельзя делать только один экземпляр таких экземпляров нужно будет сделать как минимум хотя бы хотя бы 5 этих серы копий мы злорда из 5 что-то получится желательно еще и больше но если у вас в запасе есть такое количество пробирок вот а здесь здесь беда потому что здесь приходерма вот и мы попробуем изымать немножко материала из самого плодового тела здесь хорошо клеточки заросли вот возьмем и там довольно таки интересно выглядит вот вот это вот этот рост сам сам вот этот пенечек понятно что катался по агаровой среде где-то он оставил клетку он первым начал расти вот он что рядом это триходерма это однозначно вот такой рост плотного белого цвета он завтра уже будет размером где-то сантиметр из зеленым центром он все равно сильнее то есть он победит в этом случае значит вот здесь очень интересный рост и сам рост вот этот вот эта колония она он характерен именно для роста мицелия грибов вот поэтому мы будем изымать материал отсюда и попробуем взять клеточки еще вот из этого места ну и в дальнейшем что из этого всего у меня получится я вам расскажу на канале фанима шум скул следующих публикациях а в завершение еще покажу очень такой полезный интересный девайс то есть такой термогигрометр который показывает влажность и показывает температуру вот специально показываю маркировку китайского производства значит купили его в магазине медтехники покупатель с той заказчик отказался его брать потому что он не как называется не сертифицирован то есть на него сертификата нет он как бытовой прибор то есть он для лаборатории там медицинского учреждения нет не мог быть использован как ну значит отсутствие сертификата и он так и остался поэтому его по себестоимости пришлось срочно забрать значит маркировка у него вот здесь тут всякие там настроечки естественно китайцы главную кнопку которая под полезно почему я о нем вспомнил главную кнопку они естественно сделали сзади вот видите вот тут ин и аут вот и и сразу и даже есть место куда его прикрепить то есть вы его прикрепляете на стену но если воспользоваться вот это его полезной функцией им и аут вам необходимо то вам нужно его снять и переключить вот такая ну китайцы они китайцы но почему я рассказываю за него и что это за ин и аут значит сейчас смотрите вот здесь показывает что измерение температуры проходит аут значит по вот этому шнурочку мы видим вот эту термопару то есть это термопара то есть этот датчик он снимает температуру которая находится наверху где стоят вот эти банки а температура непосредственно на уровне самого термометра она вот такая видите как классно здесь значит мы видим что здесь 16 и 8 градусов а если его переключить состояние сейчас измерения из вот этого датчика то мы видим что 18 2 градуса если этот прибор поместить внутрь грибного блока то таким образом вы можете измерять температуру внутри грибного блока и внутри самого помещения то есть прибор показывает температуру внутри помещения а датчик показывает температуру внутри блока очень полезны такое приспособление когда можно обратить внимание на разогрев блока на интенсивность процессов которые происходят в грибном блоке ну хорошая такая вещь то есть если будете такое где-то видеть или вот так он маркируется можно его заказать непосредственно где-то из китая там на алиэкспресс то вам в любом деле будет очень полезная такая приспособление при том что стоит он какие-то не он обошелся где-то меньше там 10 долларов такое игрометр так что много полезного на канале пани машинку подписывайтесь и следите за каналом